Харьковчанка Ольга в клинику попала на машине скорой помощи. Родила дочку Милану на полтора месяца раньше положенного срока. И говорит, что только благодаря врачам областной детской больницы номер один сегодня и малышка, и мама в порядке. Мы здоровы, мы развиваемся, проходим тщательный контроль. Я думаю, что до годика мы будем наблюдаться постоянно здесь. У них действительно человеческое отношение к деткам. Да. Сейчас в больнице работают около 800 сотрудников, а стационар медучреждения рассчитан на 420 коек. Каждый день в поликлинике фиксируют около 250 посещений, а ежегодно из больницы выписывают в среднем 20 тысяч детей. Больница является мощным многопрофильным учреждением третьего уровня медицинской помощи. Здесь сосредоточен единственный хирургический центр детской хирургии для нашего региона. Большое количество профильных отделений, которые способны оказать помощь детям, начиная от первых минут жизни и до 18 лет, в самых сложных случаях. Если в 1976 году у нас были только педиатры, аллергологи, пульмонологи и хирурги, то на сегодняшний день у нас спектр специальностей врачебных существенно расширился. У нас есть и врач-специалист по травме кисти, у нас есть проктологи, у нас есть урологи. Помогают больницы и неравнодушные харьковчане. Благодаря народному депутату Украины Михаилу Копцеву весной в медучреждении отремонтировали актовый зал. За два месяца здесь поменяли все. Пол, потолок, привели в порядок стены и сделали президиум. С приближающимся празднованием 40-летия мы решили, что никак нельзя, чтобы персонал этой замечательной больницы свой юбилей встречал в таком ужасном помещении. Мы приняли решение помочь им его отремонтировать. Сейчас больница номер один – это основное детское лечебное учреждение региона. В прошлом году здесь прошли лечения ребята не только из всех городов и районов Харьковщины, но и из 16 областей страны, в том числе из Луганской и Донецкой. Также для больницы за счет областного бюджета приобрели современные аппараты для реанимации. Надеемся, в этом году отремонтируем томограф, который здесь уже вышел из строя, не работает. Приобретем дополнительно необходимое оборудование. То есть мы этому внимания уделяем, принципиальная позиция, в том числе и представители областной администрации, Игорь Вович, что детские учреждения должны быть на соответствующем уровне. Поэтому мы работаем и от просто слов переходим к конкретным вещам. И уже с прошлого года тенденция есть и дальше будет улучшаться. К 40-летнему юбилею в медучреждении открыли музей. Для него было переоборудовано помещение старого бассейна. Здесь хранятся как фотографии с самых первых операций, так и когда-то применявшиеся оборудование. Ко дню рождения больницы также был запущен сайт клиники, а лучших медработников отметили грамотами областной государственной администрации. Надежда Тофан, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».